Друзья мои, всем большой привет! Меня зовут Катя Фэй, и сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему того, сколько нужно денег для жизни в США на один месяц. Это, конечно, достаточно сложная тема, потому что у каждого свои расходы, у каждого свои потребности и свои запросы, скажем так. Каждый привык к разному образу жизни, но тем не менее существуют какие-то расходы, которые вам приходится тратить ежемесячно, как, например, за квартиру, за телефон, за интернет, за машину или за проезд. И у меня достаточно часто спрашивают, сколько стоят те или иные услуги, которые касаются ежедневной жизни. Поэтому я решила снять видео на эту тему. И кому интересно, оставайтесь со мной. У меня есть такой блокнотик для подсказок, поэтому я сюда буду периодически подсматривать, если о чем-то забуду. Ну, начнем, пожалуй, с самой затратной темы. Это жилье. А если вы хотите снять жилье в Бруклине, это будет стоить гораздо дешевле, чем, например, в Манхэттене. Поэтому будем сегодня рассматривать конкретно Бруклин. И хотелось бы уточнить, что я сейчас буду говорить цены без учета того, что вы снимаете его первый раз. То есть это без дополнительных услуг, которые вы будете платить. Это залоговая сумма и риелтору. Ну, в общем, без этого всего. Это немножко отдельная тема, поэтому сегодня просто расходы ежемесячные. Стоимость жилья зависит от того, какого типа вы хотите жилье. Например, комната это или квартира. Если вы хотите комнату, то вам будет это стоить от 600 долларов. А если же вы хотите квартиру, например, в Манхэттене, это двухкомнатная квартира, здесь так называется, то стоимость будет от 1300-1400 долларов. Следующий пункт это коммунальные услуги. За коммуналку в Бруклине вы будете платить за комнату 60 долларов, а за one bedroom, соответственно, 120 долларов. Следующий пункт расходов это питание. Если вы будете питаться дома, то в месяц вы будете тратить где-то от 400-500 долларов, если будете покупать продукты в обычных магазинах. Если вы же будете приобретать органику, то на несколько сотен это будет дороже в месяц. Я подробнее рассказывала цены в предыдущем видео своем, можете посмотреть. Я ссылочку оставлю под этим видео, сколько нужно денег на питание в Нью-Йорке на месяц. Поэтому сейчас я более подробно на этом не буду останавливаться. Чтобы перекусить, выпить чашечку кофе или чая в кафе и пирожное, либо какой-нибудь тортик, вам это будет стоить в кофе 3-4 доллара, пирожное тоже где-то 3-6 долларов. Следующий пункт это интернет. Интернет здесь от 50 долларов. В общем-то не дешевый, и сказать так, чтобы он такой был хороший, я не могу. Потому что с интернетом здесь конкретные проблемы. Я даже не знаю, с чем это связано. Телефонная связь в среднем вам обойдется около 40 долларов. Есть, конечно, без интернета, это чисто звонки и смс 15 долларов. 40 долларов это с каким-то лимитом интернета. И 60 это безлимитный интернет, безлимитные звонки и смс по Соединенным Штатам. Следующий пункт расходов это транспорт. Если вы ездите ежедневно куда-то в два конца на метро или на автобусе, то, конечно же, вам есть смысл купить метрокарт. Это проездной на месяц. Стоимость его 130 долларов. Он действует как на метро, так и на автобус. Так, одна поездка в метро или автобусе стоит 2,75. В Нью-Йорке нет необходимости иметь машину, потому что тут очень хорошо развита инфраструктура. Но если вы привыкли ездить на машине, и вам хочется заморачиваться с парковками, то, конечно же, следующая информация будет вам полезна. Парковка на машину обойдется вам где-то от 160 долларов. Хочу уточнить, что в Нью-Йорке иметь машину достаточно тяжело, потому что это постоянная проблема с парковками, поиском места, также штрафами, особенно за парковку неправильную. Например, вы припарковались где-то не очень далеко от гидранта, как положено, либо вы припарковались и не посмотрели, что в этот день будет уборка. С такого-то по такое-то время. Поэтому такие штрафы, они накапливаются, накапливаются, и потом получается достаточно кругленькая сумма. То есть один штраф за неправильную парковку во время уборки, это где-то 60 долларов или 45 долларов, а возле гидранта это 115 долларов. Ну, можете сами посчитать. Это вообще дело случая, иногда гидрант есть в кустах, его там не видно, но товарищи полицейские знают, где стоят гидранты, поэтому вас с удовольствием за это штрафуют. Расходы на бензин, если машина малолитражная, будут где-то 30-40 долларов в неделю. Если же это более большая машина типа джипа, то это 60-65 долларов. По поводу парковочных мест. В Манхэттене платная парковка стоит от 20 долларов в час. Если же вы нашли паблик, ну, то есть публичную парковку, вот просто вдоль дороги с паркометром, то вы платите 1,25 долларов в час. И я не помню, насколько там, по-моему, максимум на 2 часа можно оставлять машину, если я не ошибаюсь. Но есть хорошая новость. В воскресенье в Манхэттене можно припарковаться бесплатно, если, конечно, вам повезет найти место. Следующий пункт расходов это стирка. Скорее всего, если вы будете жить в Нью-Йорке, то вы будете стираться в прачечных. Стоимость стирки на двоих человек будет выходить где-то 6-10 долларов. Это стирка и сушка. В общем-то, вот это все, это самые основные расходы. Напоследок еще скажу о медицинской страховке. Медицинские страховки, которые покрывают достаточно серьезные какие-то там процедуры, заболевания, лечения серьезных заболеваний, будут вам стоить где-то от 300 до 600 долларов на семью. Поэтому имейте в виду, в Америке болеть очень дорого. Лучше иметь страховку. И я надеюсь, вам было полезно это видео. Большое спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Америку! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok